Лошади. Это мистические, удивительно умные существа. На протяжении сотен лет лошадь рядом с человеком. В них восхитительно всё. Красота, обаяние, благородство, преданность, грация, сила. На окраине Верхней Салды есть конный двор, где живёт 25 лошадей. Хозяин конного двора Андрей Карасёв, индивидуальный предприниматель. Он предоставляет услуги гужевого транспорта в СМПО и у ЖКХ. Особого дохода это не приносит, но именно благодаря Андрею Александровичу наш город известен на конеспортивных соревнованиях в Свердловской области. Татьяна Зарихина и Наталья Цепелева, его помощницы, всё своё свободное время проводят на конюшне. Лошади не терпят фальши. Удивительно, как они чувствуют человека и его отношение к ним. Мамочка, а это самое... Сейчас, подождите. Перекат, ты себя веди хорошо, пожалуйста. Не, он спокойный. А недавно девушки приехали с соревнований из города Верхняя Тура. Татьяна Зарихина сторожил на конном дворе. С ней первой мы и начали беседу. Соревнования проходили в Верхней Туре. Мы там были впервые. И, в принципе, там соревнования уже 20 лет как не проводились. Вот появились организаторы, спонсоры, провели соревнования. Нас пригласили официально, приехал человек оттуда. Мы собрались, поехали. Я на перекате участвовала и на океане. Заняла первые места. В чем? Какие соревнования? То есть это тоже была верховая езда, да? Нет, я участвовала в рысистых бегах. Перекаты и океан. У меня чистокровные русские рысаки оба. То есть они были в связке вдвоем? Нет. Ну как, расскажите. На каждом отдельно в качалке, называется, на двух колесах запрягается лошадь. И сзади едешь на нем. То есть чисто рысью должна лошадь правильно пробежать. А много девушек вообще увлечены конным спортом? Вот кого больше, мужчин или женщин? Ну мужчин, конечно, побольше. Все равно это тяжело. И с ними справиться надо еще уметь. А как ваши близкие относятся к тому, что вы занимаетесь таким сложным видом спорта? Или такой это образ жизни, в принципе? Ну образ жизни это мое хобби. Я с детства почему-то люблю. Родители, если честно, не знают, почему я увлеклась таким видом спорта. Ну сначала как бы не очень одобряли, а сейчас уже просто привыкли и сами приходят и катаются здесь. С 2000 года занимаюсь просто как хобби, так скажем, прямо самоучка. Никто меня не учил. Сама научилась всему. Наташа уже пришла два года назад. От меня уже опыту набралась. И вот впервые ездила на соревнования. Тоже молодец. Вторая пришла. Наталья Цепелева жизни своей без лошади не представляет. Вообще современная женщина, она сейчас воплощение дамы на автомобиле. И вдруг такая хрупкая, красивая и на лошади. Вот почему? Ну не знаю, вот влюбилась в это животное с детства. И вот все не могу разлюбить. Ну во-первых, лошадь вот такая вот большая, грациозная, сильная, животная, добрая, нежная, доверчивая. Где вот еще такая? Машина-то не такая. Машина-то железный конь. Понятно. А вот вы же не просто занимаетесь и ухаживаете. То есть вы участвуете в соревнованиях, да? Ну да. Вот расскажите про последние соревнования, про ваши планы. Ну, последние соревнования были 8 марта, в честь праздниковых. Вот, они проходили у нас в верхней туре. Участвовали от Солды 3 лошади, 2 орловских рысака. И вот она вот гладкой скачки участвовала. Она у нас так-то... Какой это скачки еще раз? Гладкие скачки. Это когда голопом. Когда голопом и верхом. Да, верхом, голопом это гладкие скачки. Вот, она у нас работяшка. И нас поставили забег с чистокровными лошадями. И мы не ударили моськой в грязь. И какое место вы заняли? Мы заняли второе место. Молодец. А планы какие еще? Ну, планы. Будем стараться достигать высших результатов. Хорошо, что в Свердловской области вновь организуются конные соревнования. Это больше нужно не для подтверждения спортивных успехов, а для популяризации конного спорта, для радости болельщиков и зрителей. Ведь, наверное, нет лучше средства для релаксации, как прогулка верхом на коне. По мнению Татьяны и Натальи, это самый надежный путь к приобретению внутренней гармонии.